Настоящий комедий-баттл развернулся в стенах Бобруйского лесотехнического колледжа. На главную сцену с искрометными шутками вышли четыре команды. Из аграрно-экономического, медицинского, автотранспортного и лесоколледжей. Остроумные монологи, юмористические зарисовки и даже графический рассказ. Участники с азартом делились со зрителями хорошим настроением и качественными шутками. Примечателен для стендапа и нынешний год. Главная тематика юмористического конкурса – «Малая Родина». Когда-то стендап был организован первым молодежным каналом по его инициативе. И вот сегодня мы празднуем пятилетие при участии Ленинской администрации города Бобруйска и непосредственно в участии Белой Руси. По сложившейся традиции выступления ребят не были чистым стендапом. Помимо юмористических монологов студенты также порадовали визиткой и эстрадной миниатюрой. Кто-то заметно волновался, а кто-то откровенно рвал зал своими искрометными шутками. Ой, Пашенька, здрасте! А что вы глазки прячете? Думали, тетя Роза-то не заметит? Для тети Розы это дебют. Женщина готовилась к стендапу целый месяц, а за неделю до конкурса включила турбо-режим. Перестала готовить борщи, а свободное после занятий в колледже время посвятила юмору. Ведь на кону престиж и денежный приз. Тетя Роза ни на йоту не сомневается в победе своей команды. Ой, ну я не знаю, но я смотрела на зрителей, я понимала, что все шикарно. Опять же, у нас связь была прекрасная. Все было шик, я вот так вот думаю. Настоящим патриотизмом и любовью к Бобруйску было пропитано выступление ребят из Аграрно-экономического колледжа. Все три номера и даже название команды они посвятили символу города – Бобру Самуиловичу. Учащиеся даже нарисовали настоящий мультик про его приключения. Конечно, в жанре комедия. Сами писали весь сценарий, сами рисовали мультик. В общем, все делали сами, готовились долго, упорно, репетировали, оставались после занятий. В общем, сил было потрачено много, но оно того стоило. По итогам всех этапов с небольшим отрывом на Олимп юмора поднялась команда Листотехнического колледжа. Серебро завоевала команда из Аграрно-экономического, а бронзу забрали представители автотранспортного колледжа. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.